Один час и более чем десяток тем. Таким насыщенным получился брифинг председателя Брестского облсполкома Анатолия Лиса журналистами ведущих СМИ региона. Своё выступление губернатор начал с того, что обозначил важность подобных встреч, понимая, насколько серьёзно жители области относятся к той информации, которая появляется на официальных интернет-порталах, сайтах изданий, в новостных эфирах. Вы не только информируете население через газеты, телевидение, интернет о том, что происходит в области, но и во многом формируете общественное мнение людей, их отношение к тому, что происходит в регионах, как работают органы власти и какие проблемы они решают. Это непосредственная ваша задача. Надеюсь, вы понимаете и те принципы, которые лежат в основе журналистики. Это оперативность и объективность, ответственность перечитателями и зрителями за свой информационный продукт. Я внимательно читаю прессу, просматриваю интернет, анализирую ваши подходы к подаче информации и те акценты, которые вы расставляете при освещении той или иной темы. Конечно же, тема номер один – социально-экономическое развитие региона. За последние несколько лет удалось увеличить темпы роста волового регионального продукта – одного из ведущих показателей. Сегодня он находится на уровне 105,8%. В приоритете по-прежнему остается развитие пищевой промышленности и ее экспортного потенциала. Привлечение иностранного капитала и инвестиций – еще одно важное слагаемое функционирование экономики. Более чем в полтора раза превышен прогноз по поступлению прямых иностранных инвестиций на чистой основе. В цифрах это более 92 миллионов долларов США и 17 инвестиционных проектов. Все это благоприятно сказалось на финансовых показателях. Достаточно стабильная ситуация и с финансовыми показателями. Экономикой области за прошедший год получено 725,5 миллионов рублей чистой прибыли, что составляет более 14% от республиканского показателя. Доля убыточных организаций в общей численности сократилась за последние три года практически в два раза. Медицина и ее оснащение сегодня находятся на достойном уровне. Это подтверждают цифры дохода от внебюджетной деятельности. Губернатор подчеркнул, если есть спрос, значит уровень и качество оказания медицинской помощи не нуждаются в дополнительных комментариях. Строительство. Эта тема в последнее время для региона все больше рассматривается с позиции подготовки областного центра к тысячелетию. А это ввод жилья, его объемы за последние несколько лет существенно выросли, модернизация и строительство современных объектов дорожной инфраструктуры, западный обход, Кобринский путепровод, открытие новых зданий и сооружений, капитальный ремонт жилого фонда. За два последних года были выполнены работы на сумму свыше 25 миллионов рублей по благоустройству, капитальному текущему ремонту уличной и дорожной сети и дворовых территорий. Да, естественно, что не все сделано и особенно граждане, видя, что где-то делается по соседству, естественно, требуют и просят о том, чтобы оказали всем. Но это сделать невозможно и за один год, и даже к тысячелетию. Естественно, что все дворовые территории привести в порядок не предоставляется возможным. Но это не говорит о том, что эта работа будет завершена тысячелетию, и после этого никто ничего делать не будет. Это работа постоянная. Экология, экологическая среда в области – то, чему в рамках брифинга Анатолий Лис уделил особое внимание. Особенно остро эта тема зазвучала в рамках строительства аккумуляторного завода, по воду которого у губернатора есть свое мнение. Он дал поручение собрать мобильную группу, которая будет исследовать воздействие предприятия на окружающую среду. В ее состав должны войти представители общественности. Никто ничего скрывать не будет, уверен председатель облсполкома. Такая форма совместной работы позволит получить объективную информацию и исключить имеющееся на сегодняшний день определенное недоверие и беспокойство со стороны граждан, которые упорно не хотят доверять официальным источникам информации. Еще один вопрос. Что будет в случае выявления нарушений заводом требований экологического природоохранного законодательства? Я уже этого касался. И это не обсуждается, что если такие случаи будут выявляться, в данном случае завод работать не будет. Это позиция, которую знает инвестор и которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений, никаких предприятий у нас ни в области, ни в республике не будет. Общение губернатора с журналистами получилось многовекторным, а поднятые темы помогли сформировать представителям четвертой власти конкретное мнение по отдельным явлениям жизни области. Встречи в таком формате получат периодичность и будут продолжены.